Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Вышеградская четверка призвала защитить границы ЕС. В осажденные города Сирии доставляют гуманитарную помощь. Что включит подарочная сумка Оскара? В Чехии нашли утерянную кантату Моцарта и Сальери. Вышеградская группа, включающая Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию, в понедельник провела экстренную встречу. На ней обсудили миграционный кризис, а также договорились оказать практическую помощь Македонии и Болгарии в сдерживании потока беженцев. В столице Чешской республики на внеочередную встречу собрались главы правительства Вышеградской четверки. В нее входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Политики приняли решение оказать поддержку балканским странам в усилиях по сдерживанию и контролю потока мигрантов в Европу. Премьер-министр Чехии сказал, что Евросоюзу нужен совместный план действий для решения кризиса. «Мы договорились поддержать безопасность внешних границ ЕС, а также признали необходимость создания общей службы защиты европейских границ и береговой охраны. Мы поддерживаем деятельность НАТО по защите внешних границ, поддерживаем меры в отношении незаконных перевозчиков». Премьер Словакии сказал, что для сдерживания потока мигрантов необходимо утвердить совместный план действий с Турцией. «Уместно сказать, что некоторые европейские политики совершили большую ошибку в отношении миграционного кризиса. Я бы хотел ясно заявить, что мы никогда не согласимся с принудительным созданием сообществ мигрантов на нашей территории». Премьер-министр Польши отметила, что кризис можно решить в том случае, если будет устранена причина, по которой люди бегут – конфликты в Сирии и Ираке, кризисы в Ливии и странах Африки. «Я бы хотела подчеркнуть, что сегодняшнее официальное заявление содержит ясную задачу, а также включает поддержку вышеградской группой общие европейских усилий по разрешению кризиса». На встречу также были приглашены премьер-министры Македонии и Болгарии. Члены вышеградской четвёрки пообещали балканским странам практическую помощь в обеспечении безопасности границы. Отметим, Македония начала возводить уже второе ограждение из колючей проволоки на границе с Грецией. С начала этого года в страну уже попало более 77 тысяч мигрантов с целью продолжать свой путь в Западную Европу. Восаждённые сирийские города начали доставлять гуманитарную помощь. Это стало возможным благодаря тому, что власти Сирии открыли доступ к этим населённым пунктам. Грузовики с гуманитарной помощью ООН прибыли в несколько сирийских городов, которые долгое время находятся в осаде со стороны правительственных войск. Ранее власти Сирии открыли доступ для гум-конвоев в семь осаждённых регионов, включая города в провинции Идлиб и несколько населённых пунктов под Дамаском. Это город Мадая. Ранее ООН сообщала, что здесь от голода умерло более 15 человек. «Сегодня мы доставляем гуманитарную помощь огромному числу мирных жителей. 42 тысячам человек в Мадая и Биквейне, 20 тысячам человек в Кефрае и Альфуа в провинции Идлиб, а также 30 тысячам человек в Мауадамии. Все эти поставки производятся одновременно». А это уже Мауадамия – населённый пункт в 7 километрах от Дамаска, занятый силами оппозиции. Людям привезли пшеницу и высокопитательные продукты. Прибыл также медперсонал, готовый оказывать помощь. За пять лет военного конфликта в Сирии было убито около 250 тысяч человек. Приостановленные сирийские переговоры должны возобновиться 25 февраля. Они проходят при посредничестве ООН. При этом силы оппозиции заявляют, что не будут участвовать в консультациях до тех пор, пока власти и их союзники не снимут осаду с подконтрольных повстанцам территорий. В Бразилии в связи с резким скачком распространения лихорадки ЗИКа армию направили на улицы городов, чтобы вести разъяснительную работу. Военные рассказывают, как предотвратить размножение комаров-переносчиков вируса. В борьбу с распространением вируса ЗИКа в Бразилии вступили вооружённые силы. На улицы городов по всей стране вышли десятки тысяч военнослужащих. Они распространяют среди местных жителей листовки с информацией о том, как предотвратить размножение комаров в вида кусака жёлтолихорадочной. Эти насекомые переносят вирусы, вызывающие лихорадки ЗИКа, чикунгуния и денге. «У нас во всех 25 штатах и федеральном округе мобилизованы служащие армии, флота и военно-воздушных сил. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уменьшить распространение комаров». Военнослужащие не только раздают листовки людям, но и подробно объясняют, как бороться с личинками комаров. «Вооружённые силы имеют много человеческих ресурсов, а также обладают большими возможностями, чем мы, чтобы информировать об этих вещах. «Хорошо, что нам проясняют ситуацию, потому что правительство нигде не было видно, и нам самим приходилось заботиться о себе». Следующий этап операции включает в себя посещение трёх миллионов жилых домов в 356 муниципалитетах. В местах, где много комаров, военнослужащие будут раздавать местным жителям средства для их уничтожения. «Мы хотим, чтобы население поняло. Мы находимся в очень серьёзной ситуации, и каждый из нас должен бороться с комарами в своём доме». Вирус ЗИК активно распространяется в странах Южной и Центральной Америки с 2015 года. Вызванная им лихорадка протекает в лёгкой форме. Однако болезнь, по мнению врачей, опасна для беременных женщин, поскольку может поразить и плод. В таком случае ребёнок рождается с микроцефалией, при которой череп и мозг аномально маленькие. Заболевание приводит к умственной неполноценности. В Бразилии в прошлом году появились на свет более 4000 детей с этим врождённым пороком. Японский автопроизводитель Toyota снова отзывает свои автомобили. В чём проблема на этот раз, смотрите далее. Японская компания Toyota намерена отозвать 2 млн 870 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности на задних сидениях. Такой дефект выявлен у кроссоверов RAV4 2005-2014 модельных годов, а также у кроссоверов Vanguard, выпущенных с 2005 по 2016 годы. Ранее стало известно о двух случаях повреждений ремней безопасности в этих автомобилях во время аварии. Как выяснилось, они рвутся из-за воздействия металлического каркаса сидения. Автопроизводитель хочет добавить изоляционное покрытие на каркасы сидений всех отозванных машин, чтобы предотвратить повреждения ремней в случае ДТП. Это будет сделано бесплатно. При этом в компании заявили, что не могут определить, становились ли когда-нибудь эти дефекты причиной гибели или травм людей. В США отзовут 1 миллион 300 тысяч автомобилей, в Евросоюзе примерно 625 тысяч, в Китае более 430 тысяч, а в Японии более 170 тысяч. И ещё 300 тысяч машин отзовут в нескольких других странах, включая Россию. Крупнейший производитель Японии уже неоднократно отзывал свою продукцию из-за неисправностей. В частности, из-за дефектов в подушках безопасности и неполадок в работе стеклоподъёмников. Все гости церемонии «Оскар» уходят домой не с пустыми руками. Им традиционно преподносят большие подарочные наборы стоимостью десятки тысяч долларов. Что войдёт в гифтбэк этого года для женщин, давайте узнаем. Номинантки на премию «Оскар» этого года, а также все гости церемонии женского пола получат подарочные наборы стоимостью 22 тысячи долларов. Так бывает каждый год. Нередко в так называемом «гифтбэк» можно найти необычные и экстравагантные презенты. Новый набор имеет ярко выраженную тематику путешествий. Он включает туристическую путёвку в Антигуа, скидочную карту на бронирование отеля, скидку на игру в гольф, а также эксклюзивные закуски. «Мы дарим их не только главным номинанткам, мы также презентуем их всем знаменитым женщинам Голливуда, которых мы любим и которые так упорно трудятся. И это все, например, Анжелина Джоли, режиссёр, продюсер, писатель, которую в этом году не номинировали, но мы её любим. Это также Скарлетт Йоханссон, Эми Шумер и Мелисса Маккарти». Часть таких корзин продадут на аукционе, чтобы собрать средства на изучение женских раковых болезней. Ещё одна цель создания наборов – продвижение небольших компаний в США, которые управляются женщинами. Многие составляющие гифтбэк были созданы именно такими предприятиями. «На самом деле каждый подарок вписывается в две темы. Первая – это помощь небольшим американским компаниям. Многие женщины владеют компаниями в Америке и за рубежом. Также весь набор похож на большую дорожную сумку». Церемония награждения премиями «Оскар» состоится 28 февраля. В Чехии публики сыграли недавно найденное совместное произведение Моцарта и Сальери. Ранее оно более 200 лет считалось утерянным. В небольшом концертном зале в Праге известный чешский органист Лукаш Венделл исполняет на клавесине совместное произведение двух великих композиторов Моцарта и Сальери. В течение 200 лет кантата считалась утерянной. Как предполагается, никогда ранее перед публикой её не исполняли. Ещё одним соавтором назвали неизвестного до сих пор композитора Карнетти. «Сегодня, спустя более 200 лет, мы можем услышать композицию, сочинённую Моцартом с Сальери и Карнетти. Это не только уникальная находка, но и очень редкий экземпляр. Он показывает, что легенды об их дружбе, вражде и даже об отравлении, существующие в основном благодаря фильму «Амадей», безосновательны». Называется произведение в честь выздоровления Офелии. Его написали в 1785 году по случаю возвращения на сцену известной оперной певицы того времени Нэнси Сторос. Некоторое время она не выступала из-за внезапной потери голоса. Нэнси была первой исполнительницей роли Офелии в опере «Сальери пещера Трофонио» и партии Сюзанны в «Свадьбе Фигара» Моцарта. Кантата попала в Чешский музей музыки ещё в 50-х годах прошлого столетия. Однако авторы её были неизвестны, поскольку произведение было подписано только инициалами. Позже в ходе оцифровки архива подписи удалось идентифицировать. «Это находка исторической важности. Интересно будет посмотреть, как на неё отреагируют историки. Произведение сможет опровергнуть множество предрассудков относительно взаимоотношений с Ольери и Моцарта, слухов об их вражде. Находка также показывает, что они работали в одно и то же время в Вене, работали вместе». Конец XVIII века – наиболее плодотворный период творчества Моцарта. В это время он написал оперу «Дон Джоан» и «Волшебная флейта». На неделе мода в Нью-Йорке новую коллекцию представили дизайнеры модного дома Маркеза. Говорят, каждый их образ – отдельный портрет, созданный под вдохновением от творчества художника Джона Сингера Сарджента. Британский бренд Маркеза на неделе мода в Нью-Йорке готовится представить ультраженственную силу. В коллекции «Осень-зима-2016» 32 наряда. В большинстве случаев это по-королевски украшенные платья в пол и массивные серьги, ожерелья и браслеты. Волосы моделей собраны в простые и изысканные пучки. Макияж естественный и неброский. Дизайнеры бренда Джорджина Чапман и Кэрин Крейг, говорят, черпали вдохновение в работах американского художника Джона Сингера Сарджента. «В этом году мы смотрели на работы Сарджента, и его музы стали нашими музами. Мы хотели создать крайне женственный образ сильной женщины, которую он писал. Мы хотели, чтобы платья были текстурными, как мазки на его картинах. Хотели, чтобы каждое платье и каждая девушка, которая в нём выходит, являли собой законченный портрет». Подиум оформлен просто и изысканно. Ничто не отвлекает от великолепия нарядов. «Здесь много перьев, много вышивки, много золота, много красивых драпировок из легчайшего тюля и цветов. За нами платье, оно полностью золотое, выглядит царственно. Мы привнесли в коллекцию королевский дух». Цвета нарядов насыщенные и глубокие – золотой, алый, синий. В руках модели – миниатюрные, богато украшенные клачи. «Маркеза» – традиционный выбор голливудских актрис на красных дорожках. Среди любительниц бренда – Ева Лангория, Натали Портман и Джессика Альба. Кстати, муж одного из дизайнеров Джорджины Чапман – известный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн. В зрительном зале он сидел рядом с редактором «Вог» Анной Винтур. Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости смотрите ежедневно на сайте nttv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok